Салават Кто лучше? В трамвайном управлении состоялся традиционный конкурс профессионального мастерства. Вместо ям – ровный асфальт. Качественных дорог в городе становится все больше. Когда спасение жизни – часть повседневного труда. Настоящие герои реальной жизни и их подвиги. Умело, а главное правильно – управлять трамваем, соблюдая все правила, вежливо общаться с пассажирами, знать на отлично технику безопасности, уметь ответить на самый каверзный вопрос. Все это конкурс профессионального мастерства, который ежегодно проводится в трамвайном управлении и позволяет выявить лучшего вагона вожатого. А тому, в свою очередь, повысить свою компетенцию. Остановка Октябрьская. Уважаемые пассажиры, не забывайте вовремя оплачивать проезд и провозь багажей. Огромная ответственность доказать свои знания, умения и навыки, обеспечить безопасные и комфортные перевозки пассажиров городским электротранспортом и стать лучшим в профессии. Такие цели поставлены участникам городского конкурса мастерства в трамвайном управлении «Салавата». В этот раз пройти испытания вызвались 8 участниц. Конкурс предоставляет возможность каждому участнику показать максимум теоретических знаний и всестороннюю подготовку практическую и профессиональное мастерство вождения трамвая. Конкурс проводится в два этапа. Теоретическая часть и практические навыки. На теоретической части у нас участник выбирает билет. В билете 5 вопросов. Здесь и устройство трамвая, и должностная инструкция водителя трамвая включается в эти билеты. Основы трудового законодательства. Конкурсанты сдают экзамен на знания правил дорожного движения, устройства и технической эксплуатации трамваев. Демонстрируют приемку подвижного состава перед выездом на линию и культуру обслуживания пассажиров. И, конечно, оценивается водительское мастерство. Переживали очень. Даже до сих пор переживаем. Готовились усердно. И днями, и ночами можно сказать, что все получилось. Охота показать себя все-таки. Работаю давно уже я. Переживала, что первый номер, а сейчас, наоборот, не жалею. Откаталась, все сделала как надо было. И довольно отдыхать, пока буду до следующего этапа готовиться. Езда, мне кажется, самая сложная. Потому что все-таки как-то надо засекать по времени. Наберешь ты скорость или нет. Очень волнительно. И тяжело, конечно. Готовиться было тяжелее. Прошло быстрее намного. Не столько важно выступить хорошо, сколько на практике. В жизни применять все те правила и нормы, которые, как таблицу умножения, учили перед конкурсом. Ведь от этого зависит безопасность пассажиров и их комфортное передвижение в экологически чистом виде транспорта. Светлана Халитова, Радмир Загидулин, телекомпания «Салават». И сегодня в студию мы решили пригласить руководителя нашего городского трамвайного управления Николая Сергеевича Елисеева. Здравствуйте, Николай Сергеевич. Здравствуйте. Чем живет и дышит сегодня наше трамвайное управление? Шагаем. Много со временем обновляем вагоны. Трамвайные вагонщики установили Wi-Fi. От современного молодежи, что пользовались, радовались и гости нашего города. Но это, я так понимаю, как бы Wi-Fi это первый шаг, то есть только один вагон. Да, один вагон, но продолжаем. На все юбилеи города выпускаем новые вагоны. В этих вагонах будут и телевизоры, и Wi-Fi. А планируется ли обновление все-таки парка вагонов? Да, ведем переговоры. Это низкопрофильные вагоны. Это Усть-Катавский и Урал-Маш. Это ретро-вагон. И как бы ждем поступления финансов республиканского бюджета и решения Совета городского округа, города Салавата. Как бы ведется работа, будем надеяться на лучшее. Ну, ретро-вагон, я так понимаю, это что-то такое под старину, да? Да, то есть Урал-Маш выпускает вагоны, которые выпускались в 60-е, 50-е годы. Взяли они эту форму, и под этот стиль новые вагоны, ну, они уже оснащены современными, как будем, оборудованием. И очень красиво выглядит. Это для туристов и для гостей это очень красиво. Ну, то есть, я так понимаю, снаружи 60-й год, а внутри все-таки 2021-й. Да, 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 так и есть. Понятно. На прошлой неделе был организован конкурс профессионального мастерства среди водителей. А кто они, вагоновожатые? Это водители. Так. Трамваев. Но это в основном женщины, я так понимаю. Да, у меня 90% это женщины. Ну, как это, каждые два года проводим такие конкурсы. То есть, мы выявляем самых лучших, первое, второе, третье место. Ну, это коллектив, это опыт, достижение в работе и обновляет свою классность. Ну, то есть, в ходе этого конкурса они показали класс, я так понимаю. Мы уже это показывали в своем эфире. Если можно сказать даже так, которая первое место заняла, она была в шоке. Она была как замороженная. Она не ожидала такого. Такого успеха. Николай Сергеевич, мне всегда было любопытно, вагоновожатые за рулем трамвая, это одна история. Когда эта же женщина садится за руль, допустим, автомобиля, она себя так же уверенно чувствует? Они профессионалы. Они у всех, практически у всех есть машина. А, то есть, они универсалы, будем говорить. Да, да, да. Замечательно. В городе давно планируется строительство новой трамвайной ветки. Актуально сейчас это для нас или нет? На сегодняшний день ведутся проектные работы по Ленинградской улице до улицы Валиди-Закиди. То есть, срок окончания проектирования со всеми экспертизами планируется в 2022 год. То есть, в следующем году? Да. Но это как бы пока только проекты, я так понимаю, да? Или все-таки уже после этого будет какое-то дальше движение? Движение будет. Будем строить улицы Ленинградской до улицы Закиди. Решение принято. Насколько в целом в Салавате трамвай популярен, как общественный транспорт, на ваш взгляд? Трамвай пользуется большой популярностью в нашем городе. Это сначала пуска трамвая, 64 года, вот в этом году. У нас это очень удобно для промышленной зоны, для стекольного завода, сады. Крадский центральный рынок. То есть, люди очень пользуются. Спрос очень большой. Ну и чистый экологический транспорт. Да, что немаловажно. Да. Николай Сергеевич, ну у меня вопросы кончились. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. Удачи вашему коллективу и вашему. Спасибо. Одна из самых оживленных улиц нашего города, где всегда большой поток машин, готова к приемке. Ремонт дороги по улице Губкина был осуществлен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В приемке дорог приняли участие глава администрации города совместно с депутатским корпусом и общественным советом. Когда-то на этой дороге были ямы и колдобины. Проезжая часть приносила массу неудобств автолюбителям. А сейчас после ремонта ровный и чистый асфальт. Машины проезжают без скачков и бесшумно. Улица Губкина в этом году отремонтирована благодаря национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Общая протяженность проезжей части составляет 1765 метров. В ходе работ обновили дорожное покрытие, въезды, были обустроены тротуары, установлены бордюрные камни. На трех участках дорог работы уже завершены. Чтобы оценить качество работ и принять решение о приемке дорог, в комиссии приняли участие глава администрации Игорь Миронов, совместно с депутатами городского совета, сотрудниками администрации и общественниками города. Поддержим, будет все прочищать. Это мы его зачистим. Подрежем. Подрежем. Потом смотрите, у вас там, видите, осталась старая шабура. Надо оттуда доставать. Улица Губкина была поделена на три сектора, где за каждый участок дороги отвечала отдельная подрядная организация. Комиссия всю дорогу обошла пешком, осмотрела каждую территорию. По первому участку дороги, там, где подрядная организация выполняла работу спецавтохозяйства «Плюс», мы приняли эту дорогу без замечаний. Качество на высоте. Замечаний у нас не было. По второму участку, протяженность которого составляла 666 метров, где работы проводились от бульвара Салават Юлаева до улицы Калинина, качественно выполненных работ не удовлетворила комиссию. У всех членов приемочной комиссии были замечания, качество выполненной работы. Замечания касались как отсутствие должного занижения автодорожного покрытия в местах примыкания с тротуарными дорожками в целях исключения образования луж после дождей. Это вопросы, связанные с обустройством ливневых колодцев, ну и в целом с тем, что работа выполнена неопрятно, что ли. То есть видно, что есть вопросы к культуре проведения работы. А по третьему участку отметили только о необходимости очистки ливневых колодцев от асфальтовой смеси. Все недочеты, которые выявили во время проверки подрядная организация, должна будет устранить в течение 10 дней. Придется часть асфальта все-таки снять с этих колодцев, чтобы привело к нормальной эксплуатации системы. Для того, чтобы просто открыть колодец, просто рабочий смог спуститься в этот колодец, произвести определенные работы для нормальной функционированной системы. Договорились, что мы еще соберемся по вот этому участку, который у нас было больше всего замечаний. Пройдемся еще комиссией, просмотрим, как устранились ли они или не устранились. Ну и еще дадим комментарий тоже по этому поводу, принимаем ли мы этот участок дороги или нет. На данный момент он не принятый. Принято только всего лишь два участка, у которых у всех членов комиссии было наименьшее замечание. На этом ремонт дорог в городе еще не завершен. В ближайшем будущем приступят к ремонту еще пяти участков. В целом по программе безопасной и качественной дороги приведут к нормативному состоянию 6 километров словацких дорог. Неутешительная статистика говорит о том, что с каждым годом, к сожалению, утонувших водоемах становится все больше. Алкогольное опьянение, купание в запрещенных местах и неопытность – основные предпосылки беды. Благодаря профессионализму наших спасателей была предотвращена очередная трагедия в Салавате. Сергей и Ильгам себя героями не считают. Говорят, что просто выполняли свою работу. В тот день дежурные спасатели услышали крик о помощи в районе подвесного моста. Реакция работников спасательной станции была молниеносной. Находясь на посту, на пляже, услышали крик о помощи. Немедленно среагировали, побежали туда. Когда Ильгам Мусин круг как раз забирал, я сразу прыгнул в воду, поплыл к нему. Я его держал на воде, Ильгам с кругом подплыл. И мы уже его на круг затащили и из двух сторон к берегу поплыли. От госпитализации скорой помощи он отказался. Минут через 20, наверное, он уже все пришел в себя, они с другом отделись. То есть мы ему сразу сказали, запретили, все, на сегодня тебе никаких купаний, плаваний. Когда-то у них человек важна каждая доля секунды, а значит и профессионализм, и оперативность спасателей. При этом зачастую спасая чужую жизнь, они рискуют своей. Себя мы хвалить не будем, это наша работа. Мы оказываем помощь людям. Наша работа и зависит, что мы работаем для людей. Без каких-то финансовых интересов, без всего. То есть помощь людям, но это наша работа. Мы должны готовы к этому быть. Ну я знаю эту службу, умею выполнять свои обязанности. Просто выполняю свою работу и все. Пострадавший молодой человек спасен, и его жизнь вне опасности. Спасло его и то, что случай произошел на санкционированном пляже, где всегда дежурят спасатели и сидят за купающимися. Ну как бы по секторам делим пляж. Один на одну сторону смотрит, другой на другую сторону смотрит. Когда отдыхаете на пляже, помните о своей безопасности, напоминают специалисты. Не стоит доказывая удаль, брать на себя риск и пытаться переплыть реку. Течение непредсказуемо. Река широкая, а тяга к экстриму может стоить жизни не только вам, но и спасателям, которые придут на помощь. И, конечно же, несовместимы купание, плавание и алкоголь. Ну, во-первых, самый главный враг во время отдыха на воде – это алкоголь. Люди приходят, расслабляются, не рассчитывают свои силы, детей без присмотра оставляют. Хочу обратиться к жителям города Салавата, чтобы родителей несовершеннолетних детей одних на водоемы не отпускали. Потому что приходится очень много детей лет 8, 9, 10 разворачивать. Одни идут по двое, группой идут, одни без старшего сопровождения. Вот мы их всегда разворачиваем сразу на мосту. На мосту уже сразу примерно наблюдаем, спускаются, мы их останавливаем. И кто без старшего, если мы разворачиваем, отправляем домой. Ваша безопасность в ваших руках. Не рискуйте жизнью и здоровьем. Будьте осторожны на воде. Плавайте только в разрешенных для купания местах, где всегда смогут оказать помощь. Когда рядом такие отважные спасатели, которые всегда на страже, можно быть уверены в своей безопасности и радоваться спокойному отдыху. Лилия Шиньязова, Радмир Загидулин, телекомпания Слават. Это обычный день и даже отличный. Нажлось время заехать на берег, расслабиться, позагорать, искупаться. Никаких примет, вроде черных кошек или птиц, ударившихся в окошко, турных мыслей, непонятной тоски и внезапного желания позвонить кому-то из близких, попросить прощения. И, само собой, никаких тревожных ноток. Как это бывает в фильмах. Приятное настроение. Плывешь, с удовольствием фыркаешь. И не сразу доходит, что вода чуть холоднее, сильнее течение или непонятная слабость в руках, или сводит икры. Понимаешь, что не плывешь, а барахтаешься на месте. Дыхание сбилось. Звать на помощь глупо и стыдно, плавать умеешь сам. А через 20 секунд хочешь кричать, но уже не можешь. В горле спазм. Вода кустая. Кисель. Или тесто. Но не держит совсем. Сердце, как попало, колотит в висках. В глазах, которые щиплет. В ушах. Гул. Паника. В детстве, в первый раз, надо было подтянуться на турниках, никак, выше нос, рот. Нет, нелепо как, вот именно так. Это не может быть здесь. Воздух внутри, не открывай рот. Вверху светло, туда, вот берег. Не весь. Фрагмент. Искрится. Слепит. Какая-то зелень. Там кто-то же есть. Не видит. Они остаются. Крикни. Глоток вместо вдоха. Ожог. Еще. Боль. Горит. Темно. Наверх. Вниз. Вверх. Это не все. В глазах неба. В груди снова глоток. Глупая мысль, ты поплавок. Вторая глупая. Легкие стали тяжелыми. Больный, значит не смерть. Ты есть. Больный, ты ищу жизнь. Вверх. Ток. Нет. Глоток. Пузырьки. Темнота взрывается белыми шарами. Чаще. Чаще. Маму как жалко. Маму. Нашли. Зацепили. Тянут. Свет. Песок. Свет. Розоватая пена из носа и рта. Свет. Нет. Творить добро и оказывать помощь ближнему всегда были и остаются фундаментальными понятиями цивилизованного мира. Вот и в нашем городе в преддверии начала нового учебного года Центр Семья инициирует благотворительную акцию. Полина Алексеевна, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, очередная акция. В чем ее главная задача? Акция «Помоги собраться в школу». Она уже одиннадцатая по счету и масштаб республиканский. Задача данной акции – помочь собраться детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, семьям в трудной жизненной ситуации в школу. А у нас в городе есть какое-то количество этих нуждающихся? То есть мы знаем это? О каком количестве идет речь? Так такового учета нуждающихся мы не ведем. У нас заявительный характер услуг. Сколько семей обращаются, столько мы обслуживаем. В 2020 году было 220 семей, которые участвовали в данной акции. 295 детей пошли в школу со школьными принадлежностями. И как саловаться активно в этом процессе, на Ваш взгляд? Ну, опять-таки, я буду опираться на прошлый год. В прошлом году приняло более 30 организаций, в том числе и индивидуальных предпринимателей, в данной акции. А сами саловаться, они как бы понимают, куда обращаться, что делать, чтобы попасть в эту акцию? Ну, мы всеми своими силами транслируем о том, что данная акция идет, то, что взяла старт 1 июня. Всех зазываем, приглашаем. Так же, как и спонсоров, так и самих участников этой акции, оповещаем в социальных сетях, Инстаграм, ВКонтакте. Ну, и непосредственно спонсоров оповещаем официальным письмом. А что нужно для того, чтобы стать участником акции? Куда нужно обращаться, что делать? Чтобы стать участником данной акции, нужно иметь огромное желание и понимать, что это на безвозмездной основе. Принести констовары можно на Ленина 12, третий подъезд. Далее специалисты будут формировать пакеты, в которые получат семьи. Полина Алексеевна, у меня вопросы кончились. Спасибо вам за вашу работу. Вам спасибо. Как вы знаете, в это время мы с вами изучаем башкирский язык. Итак, очередной урок на тему дня. Ярдам – помощь. Усэш – развитие. Харакет – движение. Ярдам. Усэш. Харакет. Информационная картина недели будет неполной, если мы не скажем о том, что. Выпускники Салавата прошли экзаменационные испытания. От души повеселились на балу, и пришло время триумфа. В этом году в нашем городе рекордное число медалистов за особые успехи в учебе. 85 юноши и девушек, которые проявили волю, усердие и целеустремленность, в торжественной обстановке ребята получили заслуженные награды. 78-й международный пленэр «Русская Атлантида» проходил в нашей республике на территории Покрова Инацкого мужского монастыря. Здесь собрались художники со всех уголков России, а также из Афганистана. За 10 дней 18 художников проекта написали более сотни картин. Основная цель «Русской Атлантиды» — популяризация русского традиционного изобразительного искусства. В Салавате состоялись публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения города с целью уточнения принятых ранее решений и планов, что позволяет в свою очередь всем хозяйствующим субъектам города не только понимать необходимую стратегию развития систем теплоснабжения в своей зоне деятельности, а также предпринимать необходимые шаги по ее реализации. В Салавате мошенница при продаже меда забрала у пенсионерки 50 тысяч рублей. 84-летняя жительница города рассказала полицейским, что после общения с незнакомкой недосчиталась в кошельке 10 купюр по 5 тысяч рублей. Такой была неделя минувшая в кратком изложении журналистов, операторов и монтажеров телекомпании «Салават». А вот что нам готовит неделя грядущая. Итак, 20 июля — Международный день шахмат. 20 июля также 70 лет со дня рождения Зухры Кутлугильдиной, писательницы, заслуженного работника культуры Республики Башкортостан. 25 июля — день военно-морского флота России. А что же обещают нам синоптики в целом на 7 дней? По данным Гесметио, с 19 по 25 июля в Салавате ожидается практически всю неделю переменная облачность. В понедельник и среду будет дождь. Температура воздуха днем 24-28 градусов, ночью 13-18 выше нуля. Максимальное атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. А в завершение эфира хочу с большим удовольствием поздравить всех любителей спидвея с началом очередного цикла мировой серии Гран-при. В минувшую пятницу стартовал первый этап большого приза Чехии, а в субботу сразу второй, там же, в Праге. Желаем удачи нашему чемпиону Эмилю Сайфуддинову. Увидимся ровно через 7 дней. Берегите себя и тех, кто рядом. Субтитры подогнал «Симон»! Берегите себя и тех, кто рядом. Субтитры подогнал «Симон»! 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 На госуслуги.ру! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!